Депутаты решили не оставлять на осень все те вопросы, которые можно решить сегодня. Первое голосование состоялось по внесению изменений в бюджет города. Необходимо было выделить средства на создание казенного учреждения по похоронному делу и для реализации городской программы «Молодая семья». По решению депутатского корпуса ряд недвижимого имущества передан образовательным учреждениям города. Много вопросов возникло при отчете Департамента архитектуры, Управление по курортному делу и туризму и Департамента строительства администрации города. Для нас важно, какой город будет не только сегодня, а город будет в будущем, город-курорт. И что была плановость, когда город перегружен крупными, большими жилыми объектами, то есть строительство так называемых апартаментов или жилых комплексов определенного типа, не важно какого они класса. Но это не нужно столько городу сегодня. Для прочных мест необходимо использовать каждый участок земли. Вот, например, часть улицы Новогинской, которая сейчас перекрыта, и люди отмечают, что это неправильно. Реально пустая территория, не используется ни машинам, ни проездам, хотя частично могла бы здесь использоваться, не занимает облачность. Людям хватает тротуара. Потребностей в улице здесь нет. У нас есть пешеходные зоны, и там нужны. Нам нужно расширять набережную, она потребована, она нужна жителям. Сейчас депутаты все чаще поднимают вопрос о постолимпийском наследии. Олимпиада откроет всему миру Красную Поляну, то есть зимний курорт. А побережье, какова его судьба в будущем? Сегодня еще можно изменить и город привести к тому, чтобы он был конкурентоспособен. Он отвечал мировым стандартам, понимаете? Потому что по-другому невозможно. Город должен зарабатывать, и зарабатывать прилично. И бюджет города должен быть без солидации. Понятно, что поддержка края сегодня огромная. Вот мы сегодня имеем бюджет 7 миллиардов, сегодняшний бюджет города в этом году, но консолидированный 27 миллиардов. Курорт должен, по мнению народных избранников, работать лучше, самостоятельнее, результативнее. Новое развитие должен получить санаторно-курортный комплекс, и тут дело не только в недостаточной рекламе. В этом сезоне отмечено снижение числа курортников на 40%. Для того, чтобы прибрежный город превратился в конкурентоспособный курорт, необходима не только общая программа развития всех здравниц, но и постоянный мониторинг сервиса. Усилить контроль в этом направлении народные избранники поручили руководителю профильного управления городской администрации. Елена Взецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.